Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, является в большей степени вопросом морали, этики, чем психологии. Дело в том, что ваша честность в том, что касается вашего прошлого, является вашим собственным желанием. То есть, вы для себя решили, что хотите открыться и открылись. И вы это сделали, потому что вы хотели. Если на вас было оказано давление, то тогда, конечно, вы имеете право и требует ответной реакции. Но если вы сделали это по собственной воле, к своему желанию, то это ваше браво, ваше браво открываться. Но браво молодого человека не делать к тому же, потому что это уже акт его воли. И получается так, что вы открылись для того, чтобы он открылся взамен вам. Это не совсем верно, потому что люди открываются не потому, что им кто-то открылся. Люди открываются потому, что хотят этого. И как вы уважаете, наверное, свое желание открыться, так и вам нужно уважать желание мужчины не открываться, если вы его любите. И обижаться за то и на то, что он, в общем-то, пытается вас защитить, ну, как минимум недальновидно в отношениях. Ведь мужчина делает это из благородных целей. И сейчас он со своими бывшими общения не поддерживает. Всего это повода для ревности вам не дает. Это значит, проблемы нет. И поэтому, думаю, что здесь все зависит от вашего личного морального взгляда. Если вы, исходя из своих ценностей, считаете, что вот вы открыли, что мужчина должен сделать то же самое, то это, конечно, ваше право так считать. Но мужчина, вполне возможно, с этим не согласен. И, к сожалению, для того, что это вопрос морали, то есть очень личный, вы не можете принудить мужчину к каждому, как и не можете принудить его к чему-то другому. И тут нужно понимать, для чего вы делаете то, что делаете, для чего вы открылись, чтобы быть честным. Хорошо. А мужчина вас обманывал, когда-нибудь? Нет. Но он, грубо говоря, считает молчать о прочном. Почему? Потому что люди по-разному относятся к тому, что с ними было. Кто-то считает, что то, что было, то прошло и возвращаться к этому не стоит. Кто-то думает, что просто оказывает влияние и поэтому рассказывает человеку о том, что с ним было, чтобы тот о нем больше знал. и это личное дело каждого, как относительно к прошлому. К сожалению, вы сейчас пытаетесь молодому человеку привить свой взгляд на прошлого и привить свой взгляд на ситуацию, касающуюся бывших партнеров. это не совсем правильно. Потому что вопрос личной жизни на то и является личной жизнью, что каждый человек по-своему индивидуально к этому относится. И так как относитесь к этому вы, не отношаетесь так же к этому относится молодой человек, даже несмотря на то, что вы с ним вместе. Поэтому думается мне, что обижаться здесь не за что. Думается мне, что прошлое, если молодой человек хочет его оставить в прошлом, лучше пусть и останется в прошлом, потому что ничего это знание вам не даст. Абсолютно ничего. Сюда строить, да, а что что-то принесет хорошего нет. И потому то, что прошлое лучше оставить. Этого уже нет. То бы там ни было, этого уже нет. Этого есть только воспоминания. Настоящие это вы друг у друга. И смотрите в будущее лучше. Старайтесь именно туда направлять свою энергию. Ну, а отвечая на ваш вопрос, стоит ли вам знать количество бывших девушек моего молодого человека, думаю, что нет. Не стоит, потому что вы только лишь будете сомневаться и больше копаться в нем, выискивать какие-то доказательства того, что ваш молодой человек ловелас и прочее. Недаром говорю, меньше знаешь крепче спичь. Поэтому вам для своего личного душевного спокойствия лучше все-таки оставить в прошлом то, что было у молодого человека. И он это понимает, потому вам и не говорит. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю.